Приветствую вас. Я думаю, если честно, что вы потеряли себя не с уходом, а любимого, а вы потеряли себя, скажем так, раньше, вы потеряли себя еще до того, как ваш любимый ушел от вас, скорее всего. Потому что, если бы это было бы не так, то я думаю, что вы не переживали бы так. В принципе, из-за того, что он ушел. Я так, по крайней мере, думаю. А смотрите, наше расставание с человеком, расставание с любимым человеком, это всегда очень тяжело. С этим, я думаю, спорить никто не будет. И я думаю, что вам в любом случае нужно понять, почему вы расстались, вам в любом случае нужно понять, как вы выстраивали отношения конкретно, как вы выстраивали отношения, что вы делали в отношениях, конечно, как вы себя позиционировали, вот, а в отношениях, вот, и что, собственно говоря, вы делали. Как вы, как вы, отношения, отношения свои выстраивали с мужчиной, то есть как, каким образом и так далее. Это очень важный момент, на мой взгляд, то есть это вот то, что вам нужно исследовать для себя, как минимум. Это то, что вам нужно изучить, на мой взгляд, потому что до тех пор, пока вы не понимаете, что с вами, до тех пор, пока вы не отдаете себе отчет, в чем, собственно, заключается трудность и проблема ваша. Вот, ну, я думаю, что вам будет сложно, и вы будете продолжать, собственно говоря, страдать. Вот, всего бы мне, конечно, всего бы мы, конечно, не хотели. Вот, смотрите. Правильно ли говорить об этом, что вы потеряли себя, потому что без мужчины вы перестали иметь возможность получать то, что вам, например, было необходимо. То есть правильно ли ставить вопрос вот так, правильно ли ставить вопрос в таком контексте. Вот. Было бы очень здорово, если бы вы этот момент пояснили. То есть в чем для вас основная травматичность его ухода? Почему вы так травматично отреагировали на то, что молодой человек вас решил уйти от вас? Вот. Понимаете ли вы, что, ну, что жили вы не с собой, не с собой, да, а им, вы жили им по сути дела. Собственно, именно из-за этого вам так и тяжело. Обрести себя, конечно, можно, и даже нужно. Для этого желательно, чтобы вы сформировали вопрос. То есть вопрос по поводу того, с чего вы хотите. Вот. Вопрос по поводу того, что вам нужно. То есть понятно, что молодого человека вам, скорее всего, не вернуть. Вот. Но тогда получается, что все, что остается, это поработать над собой, да, поработать над своими реакциями, над своими ощущениями, над своими эмоциями, над своими чувствами. В этом направлении вам возможно и нужно двигаться для того, чтобы освободиться, наконец, от этой ситуации, чтобы ситуация вас отпустила. Так вот, я вижу данный момент, так я вижу данный аспект. Так мне представляется данная ситуация. Вот. Я понимаю, что вам нелегко, я понимаю, что вам тяжело, я понимаю. Вот. И понимаю, что вы не можете его забыть, и очень важно понять, от чего вы хотите. Очень важно понять, в чем вы начинаете. Очень важно понять, как, вот именно как стало возможным то, что вы себя потеряли, то, что вы себя забыли. Как, как это стало возможным, потому что я не верю в то, что вы могли бы себя потерять, если бы изначально данная ситуация не произошла бы. А, вот, в принципе, и все. Вы говорите, что вы не можете его отпустить, значит, у вас есть надежда, Наталья. Соответственно, надежда, ну, если ваша надежда, она на что-то опирается, я полагаю. И, соответственно, в первую очередь, как это не парадоксально звучит, в первую очередь нужно, чтобы надежда ваша ушла. Она вам только лишь мешает. Ну, надежда, я имею ввиду. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку «возврат помочь». Вам нужна беседа, конечно, с психологом, потому что, так по одной строчке вам, конечно, помощь оказать невозможно. Вот, то, что вы пишите по поводу того, что потеряли любимого, совершенно очевидно, что, если бы этот человек был любимым ваш, ну, действительно, действительно любимым, на самом деле любимым, то он бы не ушел бы. Вот. Это, ну, на мой взгляд, очевидно. Вот. Хотя, конечно, вы праве со мной не соглашаться. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я crippлю вас от contagiar на этой... Э déjà? Продолжение следует...